Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Сад без секретов. Я Светлана Налетова, я садовод. Март – это тот месяц, когда цветоводам однозначно нужно заниматься клубневой бегонией. Это замечательное растение, к сожалению, не зацветет, если мы просто так посадим ее на клумбу или в какой-то вазон. Клубневую бегонию нужно подготовить к посадке. На языке цветоводов этот процесс называется «разбудить бегонию». Этим и займемся. Когда вы достаете клубни бегонии из хранилища, либо приобретаете их в магазине весной, они могут уже иметь проснувшиеся почки, либо этих почек может не быть. Но если почек нет, не значит, что клубень испорченный. Вы можете взять клубенек, найти у него верхушку. Даю подсказку. Если вы держите клубень вот так, перед своими глазами, вы можете у него увидеть, что здесь такая выпуклая часть, а здесь немножко вогнутая чашечка. Образуется, так вот, вот эта впадинка – это верхушка клубня, а это его низ. Снизу даже можно заметить корни. Вы можете аккуратненько эти корни почистить или подрезать ножницами. Только без фанатизма, не нужно как-то отскребать и оттирать. И после того, как вы этот клубенек почистили, в целях профилактики от каких-то заболеваний, я рекомендую вам замочить его на 30 минут в растворе фитоспорина. После того, как вы вымочили клубенек в фитоспорине, нужно его хорошенько просушить. Для того, чтобы почечки проснулись, если вы хотите убедиться, что у вас клубень живой и здоровый, вы можете выложить этот клубенек, скажем, на увлажненный мох сфагнум и выставляете в какое-то теплое место, светлое место, но ни в коем случае не напрямую солнце. Периодически, если вы видите, что субстрат пересыхает, увлажняйте его из опрыскивателя, но старайтесь не попадать вот на верхушечку клубня, чтобы не произошло какого-то подгнивания. Вы можете использовать вермикулит или даже обычные салфетки или какую-то тряпочку, но только не забывайте, что они не должны пересыхать, следите за влажностью. После того, как вы увидите, что почечки проснулись, а выглядят они вот так, это маленькие-маленькие розовые шишечки на клубеньках, этот клубень вы уже можете совершенно спокойно высаживать в какую-то емкость. Допустим, я использую пакеты из-под молока, тщательно обязательно промытые, обязательно должны быть дренажные отверстия. Эти емкости могут быть побольше, если у вас клубень бегонии, допустим, вот такой крупный, ему не должно быть тесно, ну примерно вот так он будет располагаться. Вы можете использовать большие пакеты. Если клубенек, например, поменьше, это может быть вот такой пакет. Поясню, почему я использую пакеты. Дело в том, что бегонии у меня растут на беседке, в вазонах, которые просто прикручены к беседке. Конечно, если бы у меня была возможность эти вазоны перенести домой, я бы лучше выращивала сразу, подращивала сразу в вазонах, чтобы потом вазоны отправить в сад. Но у меня такой возможности нет, поэтому я вот использую такие вот одноразовые емкости. Когда уже бегония будет готова для того, чтобы я ее высадила в вазон, я просто разрезаю, выкидываю пакет, и растение практически не замечает пересадки. Цветоводы выращивают бегонии на балконах. Вы можете сразу в такую вот емкость высадить бегонию, и когда она уже будет готова к тому, чтобы ее выставлять на балкон, на открытый воздух, просто в этом же горшочке можете ее и отправить. Как мы действуем на дно, обязательно укладываем дренаж. Дренаж нужен для того, чтобы отводить от нашего клубенька лишнюю влагу. Используем очень легкий, воздушный, влагопроницаемый, воздухопроницаемый грунт. Насыпаем его, ну, я вот делаю приблизительно на половину горшочка. Объясню, почему. По мере роста бегонии, по мере роста ее побегов, мы будем подсыпать землю. Земли нужно насыпать так, чтобы приблизительно на половину бегония была открыта. Это очень важный момент. Полностью засыпать землей бегонию на данном этапе нельзя, она просто загниет, она у вас расти не будет. И поливаем, аккуратно поливаем по краю горшка. Через, ну, наверное, 3-4 недели у нас появятся ростки. Бегония тронется в рост. И уже к началу лета у нее вырастут полноценные побеги и появятся листья. В некоторых случаях некоторые сорта уже успевают даже в комнатных условиях цвести. Когда побеги бегонии достигнут примерно 3-4 сантиметров, необходимо вот только на этом этапе подсыпать аккуратненько землю. И вот таким способом мы с вами начали будить бегонию для того, чтобы уже в начале лета получить богатое, обильное цветение этого очень красивого растения. Если вам понравились советы, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Сад без секретов. А в комментариях к этому видео я предлагаю вам рассказать, какие культуры вы выращиваете в своем саду. Я имею в виду те культуры, которые, как правило, растут в каких-то вазонах или кашпо. Удачи!